Надувной госпиталь Надавшие местная больница принять их не может. К счастью, в поселке базируется аэромобильный госпиталь. К еще большей радости это все учение. Никто на самом деле не ранен. Но сам госпиталь и врачи в нем вполне настоящие. Здесь есть диагностическое отделение, операционное, перевязочное. В общем, все, чтобы оказать помощь в любых условиях и в любой точке Земли. Госпиталь может нормально функционировать даже в экстремальных погодных условиях. Он рассчитан на температуры от минус 50 до плюс 50 градусов. И не стоит бояться, что он порвется или загорится. Вот эта желтоватая ткань называется кевлар. Из нее же делают бронежилеты. Помимо медицинского модуля есть помещения столовой, штаба и кухни. Внутри тепло и есть электричество. Все может работать в полной автономии две недели. При подвозке ресурсов сколько угодно долго. Поместиться все это может в два КамАЗа или в один самолет. Первая очередь разворачивается в течение 40 минут. Вся остальная инфраструктура в течение 4 часов. Госпиталь может быть доставлен авиатранспортом. Это два борта. Ми-8 и Ми-26. Точно такой же надувной госпиталь сейчас находится в Сирии. Но обычно их разворачивают на удаленных территориях, с которыми трудно держать постоянное сообщение. Или там, где буйствует стихия. В ходе ликвидации последствий паводковых ситуаций, когда нарушаются транспортные сообщения, заблаговременно они выходят, эти госпитали разворачиваются в период лесных пожаров, где привлекается большое количество сил, группировка на тушение лесных пожаров там, где есть угроза населенным пунктам и населению. Даже современная модель полностью функциональна и отлично себя зарекомендовала. Но буквально недавно поступил указ разработать еще более передовую модель. Денис Денисов, Валерий Чащин, 7 канал.